Алексей Павлов Я руковожу направлением автоматизации Хорика в компании 1С РАРУС. Мы являемся разработчиком всей линейки совместных с вендором с фирмой 1С решений для автоматизации сегмента общественного питания, в том числе с учетом концепции текущего мероприятия. В первую очередь буду говорить про цеха по производству кулинарной продукции, про фабрики кухни. Мы этим направлением вообще занимаемся больше 20 лет, еще на 1С 6.0 начинали, кто еще помнит, может быть. Но вообще линейка решений охватывает все предприятия общественного питания, начиная от отдельных точек, отдельные кафе, бары, рюмочные, вплоть до крупнейших федеральных сетей, ресторанных или просто производственных компаний, которые снабжают в том числе сети ритейла. В двух словах об экосистеме 1С вообще. На текущий момент это одна из ведущих или, наверное, ведущая отечественная система для цифровизации бизнеса самых разных концепций и самых разных масштабов. Он поддерживает и все операционные системы, то есть входит во все реестры всевозможные, с возможной установкой как на серверах предприятия, то есть он прямая классическая схема, так и возможной эксплуатацией в облаке всех решений, когда, в общем, для автоматизации вам нужен только интернет и какие-то рабочие места. Об администрировании серверов, СУБД и вот этих сложных вещах, в общем, дальше можно не думать. Позволяет строить в том числе территориально распределенные сети, то есть когда у вас много объектов, каждый из которых делает какую-то часть функционала в системе, там пользователи могут делиться, понятно, по правам. То есть то, что делают в центре, то там может быть недоступно людям на местах. Отличительной особенностью платформы 1С, конечно, является в том числе открытость кода и архитектуры, то есть большое количество партнеров фирмы 1С на местах может позволять эти решения тонко адаптировать и кастомизировать под потребности вашего бизнеса, чтобы более полно учесть те процессы, которые у вас происходят. В двух словах по статистике, ну вот как мы ее, по крайней мере, видим со стороны разработчика, статистика взята из стедвайзера и бизнес-стат. Вообще этот сегмент растет хорошо, весь сегмент общепита, в основном это рост среднего чека, в том числе по причинам повышения затрат прямых и косвенных, это легализация рынка, в том числе была отмена НДС, развитие систем безналичных оплат, что также выводит статистику в видимый сегмент. Сильно видим развитие сервисов доставки, которое началось в пандемию, многие ресторанные сети стали продавать свою продукцию через сети ритейла, развиваются прочие каналы доставки через автоматы, много проектов сейчас развития и продажи готовой еды. Если смотреть на IT-ландшафт такого современного предприятия питания, то это большая часть фронт-офиса, то есть все, что связано непосредственно с процессом обслуживания гостей, но мы сейчас о нем подробно говорить не будем. А вторая часть, бэк-офис, это то, что связано с производством, собственно с расчетом себестоимости, с планированием производства и все, что касается непосредственно приготовления. Вот именно об этой части сегодня подробнее и буду говорить. Вообще линейка достаточно большая, то есть только совместных решений с фирмой 1С вот у нас там 6 штук. Большая часть это именно решения класса бэк-офис для учета на различных предприятиях различных масштабов и концепций. Есть решения, совмещающие в себя сразу и бухгалтерские, и налоговые учеты, и операционные. Есть системы исключительно учета операционного, где считается производство, все показатели финансовые. Дальше идет выгрузка в бухгалтерию, уже в том числе со сверткой из лишней аналитики, чтобы бухгалтер там по своим 41-м, 10-м счетам не видел всю разблюдовку по продуктам. Им обычно это и не интересно. А в оперконтуре ведем, соответственно, все, что касается управления бизнеса и текущего планирования производства. Как уже сказал, сегмент общепит вообще достаточно разнородный, но вот сегодня в большей части именно про цеха по производству кулинарной продукции, про фабрик кухни, про дар китчены, про этот сегмент буду рассказывать. Как вообще, по нашему опыту, как происходит внедрение, на что имеет смысл обратить внимание. Тут я под дорожной картой буду понимать именно процесс автоматизации в полном объеме, то есть до того, как система уже введена в эксплуатацию, ей пользователи пользуются, бизнес ведет весь учет в ней и, собственно, получает от этого все преимущества. Важный момент. Мы планируем в основном и строим свою концепцию проектов и внедрения с учетом того, что есть большое количество уже готовых решений, которые большую часть функционала покрывают изначально из коробки. Конечно, этот подход не отменяет классический проектный подход, где перед тем, как начать автоматизацию, нужно полностью описать процессы, провести интервью со всеми ключевыми пользователями. Это тоже хороший рабочий процесс, понятно, но часто стоимость и длительность этого процесса таковы, что на текущем рынке, где часто заказчик ждет готового решения и быстрого внедрения, ну просто на эти деньги люди не соглашаются. Какой смысл описывать подробно и долго в виде ТЗ и интервью то, что уже есть в коробке и что написано в документации? Обычно такого смысла нет. Мы подходим именно к этому процессу, ставя в основу так называемое функциональное моделирование. То есть мы берем и текущие процессы предприятия, которые уже есть, например, либо которые только строятся и планируются к запуску, и накладываем его на одно из типовых решений. Для того, чтобы, ну, собственно, берется типовой продукт, проводится вся предварительная настройка, структура данных, нормативно-справочная информация, и дальше в нем, ну, по сути, пытаются ввести текущий документооборот, день или неделю, пытаясь получить в нем все необходимые отчетные формы, все необходимые печатные формы, отразить все необходимые процессы планирования, закупки, продажи, и, собственно, ищутся, что в текущую типовую схему не укладывается. То есть ищутся так называемые функциональные разрывы. Опять же, при функциональном моделировании нужно не забыть также настроить все необходимые интеграции. Тут нам тоже, собственно, государство и законодательство там скучать не дает. Постоянно повышается количество ГИС, с которыми нужно интегрироваться. Вот особенно в рознице вообще пить сейчас большое количество и по разливному пиву, и по крепкому алкоголю. То есть вот честный знак, да, этих систем много, их при функциональном моделировании тоже лучше сразу прогнать по всем вашим схемам, чтобы найти вот эти вот несостыковки. При функциональном моделировании, причем система может разворачиваться, например, в облаке, чтобы на этом этапе пока не закупать сервера, не до конца выбрав решение, а попробовать это, например, в публичном облаке 1С, а после моделирования уже там либо запланировать закупку серверов себе, ну, либо так и оставить, например, в публичном облаке 1С, что тоже достаточно удобно. Тут также важно проверить все планируемое торговое оборудование, которое в вашей схеме будет использоваться. Там принтеры, печати этикеток, внутреннее этикетирование, работа с ТСД, с мобильных рабочих мест. Особенно если вы снабжаете какие-то сети своей продукцией, там часто требования и к конкретным системам EDI, по которым надо заказы получать и передавать документы на готовую продукцию, и так и требования к этикетке, в том числе для прослеживаемости, для состава автоматически передаваемого, там расчет хэх и прочие вещи. На какие важные моменты вот в этом процессе функционального моделирования мы там рекомендуем обратить внимание? Как и предыдущий спикер говорил, и вот это правда, мы тоже это видим, самая большая такая сложность и длительность по вводу объекта в эксплуатацию – это техкарты и нормативно-справочная информация. Это действительно важно. Тут часто у заказчика есть уже какая-то система, в которую он ввел учет раньше, и как бы можно оттуда перенести. И в общем эти разовые загрузки можно написать из любой системы, но тут надо еще оценить, насколько это вообще экономически эффективно, потому что, как правило, если компания работает достаточно длительное время, то вот в этой части НСИ и рецептур накапливается большое количество дублей, ненормализованной информации, не очень актуальных рецептур, и чем тратить деньги и время на то, чтобы сначала написать вот этот разовый коннектор, а потом разгрести, собственно, результаты переноса, часто имеет смысл просто внести все заново. Заодно, как бы, сделав вот эту нормализацию и вычистку неактуальной информации, до которой обычно в обычной жизни руки не доходят. А переход на новую систему – это такой обычно достаточно удобный для этого момент. Про нормализацию еще такой момент скажу. Мы вот в наших решениях сделали на базе искусственного интеллекта такую подсистему для поиска дублей. Достаточно часто при вводе перечня, например, ингредиентов, либо люди ошибаются, либо там меняют словами, меняют местами слова. Это может быть вопрос транслитерации, или там вот можно 500 миллилитров написать, а можно 0,5 литра. В принципе, это все одно и то же. И если пытаться эти дубли искать глазами, часто это не получается, и в итоге за длительный период времени этих дублей может докопиться много. А это дает неудобства и для централизованной закупки, и для анализа оборачиваемости склада. Наша система позволяет при вводе эти все, учитывать все возможные перестановки, транслитерации и прочее, и сразу говорить, слушай, у тебя уже в этой системе такое похожее есть, давай, наверное, новое вводить не нужно, а вот выбери с того, что уже заполнено. Причем это можно как сделать при вводе новых позиций, так и нормализовать уже имеющиеся перечень СИ, если мы с какой-то системой переходим. Тоже так достаточно удобно. Что еще? Достаточно трудоемким процессом обычно является по вводу химикоэнергетических характеристик. Их просто много. Если там номенклатура продукт один, то хэхов у него сколько? Ну, как минимум три. А если вести более подробный учет с микроэлементами, то еще сильно больше. Также мы предлагаем там варианты загрузки из внешних источников, чтобы, например, свою номенклатуру соединить с нормализованным списком хэх и обогатить этими данными, исключая ручной ввод, добавив в справочник вот эту необходимую информацию. Дальше при вот этом моделировании имеет смысл брать, конечно, самые сложные схемы, какие у вас только могут встретиться. То есть максимальный уровень вложения полуфабрикатов. Если есть разные рецептуры на разные подразделения, тоже максимально сложную схему, чтобы максимально выявить в процессе моделирования все отклонения, чтобы они не остались до момента реального начала эксплуатации, и их потом не пришлось, собственно, на ходу что-то дорабатывать. Дальше важный момент, собственно, планирования производства. Он такой, наверное, самый корневой. Основная подсистема, которая позволяет планировать наше производство календарно, в том числе с внешними заказами. Обычно планы либо просто по заказам с точек строятся, либо исходя из своих производственных планов. В итоге с получением, собственно, расчета потребностей в обеспечении, что нужно закупить, что нужно произвести, может быть, на каких-то других цехах. То есть вот эту часть тоже нужно очень хорошо проработать. В части процесса учета выпуска продукции. Нужно подумать, как мы хотим вести учет сроков годности. Можно вести учет по партиям, можно вести учет по среднему, можно автоматически контролировать, в том числе, приходы ингредиентов с документами, ответе с входящими. Нужно подумать о том, будем ли мы или не будем вести сезонные коэффициенты. Особенно учет трудозатрат по операциям, тоже перед этим говорили, крайне важный момент. Добавить к рецептурам, в том числе, необходимые технологические операции и какой вид персонала для этого нужно, чтобы потом, в том числе, добавлять затраты на выполнение этих технологических операций к полной себестоимости продукта. А также, собственно, продумать базы распределения тех косвенных затрат, которые мы также хотим включать в полную себестоимость. Потому что чисто прямая материальная себестоимость, но тоже давно уже мало кому интересна. Все хотят видеть, в том числе, себестоимость полную. Дальше. Можно продумать, если у нас есть несколько цехов, то можно ввести точки приготовления, то есть показать, какой полуфабрикат, какое блюдо, где готовится, чтобы получать сменные задания с распределением по этим цехам всех необходимых ингредиентов. Можно заранее задать план, на какое время в течение суток пишется тот или иной документ, приготовление, перемещение, с какого цеха на какое, чтобы избежать момент, что документы вводятся пользователями хаотично, а построить пользователей, чтобы они всегда точно вводили в одно время руками, как правило, не получается. Настроив заранее систему распределения документов по времени, мы получаем четкую систему документоборота внутри компании и избавляемся от необходимости постоянного перепроведения для расчета реальной себестоимости. Это тоже очень важно. Так, про это сказал. Также есть возможность ввести двойную систему номенклатуры, тоже такая вечная, вечные терки такие между работниками склада и производственниками. На складе очень удобно ввести, в том числе и для цели инвентаризации, все продукты четко по фасовкам, по маркам. Но если молоко, то там 0,5, полтора, какая жирность, какой поставщик, потому что если просто видит кладовщик, что у него остаток 200 литров молока, ему просто считать и сравнивать неудобно. В производстве же наоборот, чтобы не вести постоянно некие перечни аналогов, удобно иметь один ингредиент, просто молоко в литрах. И вот можно завести такую систему, что мы одновременно ведем и все складские очень подробные позиции, и одновременно имеем всего один производственный ингредиент, в который при перемещении со склада на производство все вот эти вот складские позиции превращаются. В этом случае и производственник доволен, у него есть один ингредиент, который он во все эти карты включил, ему не надо думать и контролировать постоянные замены. Но и кладовщик тоже доволен, он всегда видит в разрезе всех своих фасовок, упаковок, марок, всю свою продукцию. Особенно это важно, когда с одного склада происходит и снабжение, например, торговых точек, где они дальше выбывают через кассу, и там просто их нельзя сворачивать в одну позицию. И одновременно идет снабжение производства, где, конечно, большой перечень аналогов неудобен. Инвентаризацию также современные системы 1С позволяют вести очень подробно, с учетом в том числе наличия посчитанных полуфабрикатов в момент инвентаризации, раскладывая их назад на ингредиенты по рецептурам, чтобы не было пересорта и не было излишка по полуфабрикатам, а недостаточно по продуктам, потому что там надо НДС восстановить, там прибыль начислить. В том числе это очень удобно делать сейчас через мобильные рабочие места. А надо сказать, что все решения 1С сейчас адаптированы под мобильного клиента и, по сути, имея ТСД или смартфон на Android, ваш сотрудник имеет полностью доступ сразу в большую базу и может делать все те же операции, но в удобном мобильном интерфейсе. То есть, придя на склад, он не распечатывает, не работает по распечатанной пустографке, а с мобильного телефона вводит новый документ инвентаризации, сканирует или вводит текущие позиции, которые там нашел, там нажимает ОК и все в системе, все проведено, все движения уже сделаны. Это очень удобно, ну и не только к инвентаризации, но и вообще ко всем операциям в системе. Дальше также важно, конечно, сравнить те отчеты и печатные формы, которые у вас необходимы по учету, с тем, что в системе есть. Можно просто воспользоваться типовым набором, он, как правило, покрывает почти все потребности, но если вы, например, какое-то ведомственное предприятие питания, часто бывают свои печатные формы, либо какие-то корпоративные, либо положенные по ведомственному учету, и тогда тоже на этапе функционального моделирования надо, конечно, про них не забыть и подрядчику показать, чтобы включить его в перечень тех функциональных разрывов, которые потом нужно будет закрывать. Дальше, после окончания этого функционального моделирования, по сути, мы имеем полностью преднастроенную систему в рамках того, что умеет типовая система, и если, например, точка разрыва не оказалась вообще, то, по сути, вы получаете после этого этапа уже систему, готовую к ведению учета. Можно начинать вводить НСИ, учить пользователей и, собственно, планировать запуск. Если мы нашли какой-то перечень вот этих вот вещей, которые сделать в системе не получилось, то есть функциональных разрывов, нужно составить их перечень, чтобы ваш подрядчик их оценил, по деньгам, по срокам, понятно. После этого нужно расставить приоритеты, то есть как минимум разделить на две части то, что необходимо сделать до запуска и то, что можно оставить на потом, то есть на развитие системы. Запуститься можно и без этого, там неудобно, но потом доделаем. И, собственно, после этого мы уже будем иметь полную картину для оценки процесса внедрения и, собственно, планирования запуска объекта. Совсем хорошо, если в дополнение к этому можно, особенно когда масштаб предприятия, ну, там уже не 5-10 пользователей, а хотя бы там 50, уже желательно сделать также нагрузочное тестирование, чтобы в условиях максимально приближенных к реальным систему погонять и посмотреть, может быть там сервер недостаточный или заранее нужно, может, другой продукт надо даже выбрать, исходя из результатов этого нагрузочного тестирования. Но вот его нужно уже делать именно в той архитектуре, которая будет использоваться потом. То есть делать нагрузочное тестирование в обмолке, а потом купить сервер, вы можете увидеть совсем другую картину. Но в идеале этот этап тоже надо бы сделать. Вот. Немножко по другим решениям 1С, собственно, по внедрению основного операционного учета на фабрике кухни я так, в общем, закончил. У 1С есть большое количество решений, которые хорошо интегрируются между собой и позволяют закрыть дополнительные функциональные разделы учета. Например, если это хлебобочное производство и дополнительно появляются операции там учет по влажности муки, там бункерное хранение, возврат черствой продукции, есть отдельные решения для этого сегмента, есть отдельные решения, например, для управления лабораторией предприятия, для контроля качества и входящих ингредиентов, и полуфабрикатов, и выходных экземпляров готовой продукции, большой блок ТАИР для автоматизации процесса планирования ремонта оборудования, чтобы заранее не забывать делать и профилактические ремонты, чтобы не гасить пожары там в части каких-то авральных аварий, а по плану с оборудованием работать. Также большой сегмент по работе с комплексной безопасностью, в том числе видеонаблюдение с контролем, что надеты СИЗы, что люди заходят в спецодежде, куда нужно, с автоматическим фиксацией всех нарушений и предупреждением этих отклонений. Так, ну вот у меня, наверное, все. Если есть вопросы, готов ответить или сейчас. Ага, спасибо, Алексей. Или стенд у нас вот здесь вот за стеночкой. Коллеги, вопросы задавайте, потому что наверняка каждый из вас, наверное, большинство сталкивался либо с водом. Ага. Спасибо. Спасибо.